Депутаты областной думы после длительного перерыва приступили к законотворческой деятельности. На первом заседании осенней сессии они обсудили 25 вопросов. Пожалуй, главным стал проект закона о внесении изменений в областной бюджет. Доходы увеличены на 330 миллионов рублей, расходы на 691 миллион. Бюджет остается дефицитным. Увеличение доходной части на 330,8 миллиона рублей состоит из налоговых и неналоговых доходов в сумме 264,9 миллиона, которые в свою очередь за исключением 400 тысяч связаны с дополнительными доходами такцизов на нефтепродукты в сумме 224,4 миллиона и транспортным налогом в сумме 40 миллионов рублей, которые являются источниками формирования дорожного фонда и на эту же сумму увеличиваются ассигнования на дорожное хозяйство. 40 миллионов рублей пойдут на реконструкцию аварийного моста через реку Ухтах в Ильевском районе. 17 миллионов рублей поступает из фонда развития моногородов. Средства в том числе пойдут и на предоставление субсидий Петровскому городскому поселению, чтобы построить там объекты инфраструктуры. В первом чтении депутаты приняли законопроект об установке административной ответственности за невыполнение собственниками нежилых зданий и сооружений правил благоустройства, касающихся сброса сосолек и уборки снега. За невыполнение требований предлагается штрафовать граждан до 3 тысяч рублей, должностных лиц до 40 тысяч, юридических до 100. Законопроект получен на заключение прокуратуры Ивановской области управления Минюста и правовое управление Думы без замечаний. Но уже в ходе обсуждения законопроекта поступили дополнительные предложения от администрации города Иваново, которые рассматриваются. Поэтому на этот момент заключения губернатора Ивановской области пока нет. Областные парламентарии также одобрили кандидатуру председателя контрольно-счетной палаты Ивановской области. На должность теперь заступит Сергей Золкин. Напомним, раньше он работал первым заместителем мэра в администрации города. Срок полномочий чиновника в должности с этого момента 5 лет. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.